здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 16 августа делаю на такой непростой обзор два в одном то есть я дам прогноз по рынку форекс это затрону индекс доллара евро доллар фунт доллар рынок металлов серебро золото и разберу эти рынки также предыдущие скажем свои прогнозы которые я давал как они работают по стратегии модельный тренинг ну и по другим инструментам были интересные моменты это s&p 500 и и по другим там посмотрим по факту то есть я не только сегодня буду делать стандартный обзор рынка но еще и обучающих в двух словах расскажу как работает стратегия модельный тренинг и как можно на анализировать скажем рынок среднесрочно где его нужно покупать ну давайте перейдем к графикам сразу начнем с индекса доллара что у нас по макроэкономики на инфляция в сша замедляется очень хорошо 5 показала замедление cpi тоже неплохо но скажем есть такие немножко вопросики так как рынок видим по инфляции немножко откатил плюс у нас розничные продажи очень хорошо выросли на один процент ожидали 04 поэтому рынок вчера показал коррекцию до доллар но я думаю это временная коррекция и глобально мы дальше будем двигаться по индексу доллара в район 100 пунктов и ниже да то есть на ближайшие там месяц два-три я вижу очень сильное ослабление доллара поэтому по другим парам таким как евро доллар фунт доллар я думаю там картинка будет аналогичная конечно ситуация может по разным инструментам меняться даже включая тот же фунт доллар у нас хорошие экономические данные выходили на этой неделе растет хорошо потом инфляция выше выше ожиданий 2 и 2 ожидали 2 великобритании то есть у нас получается банк англии может немножко на паузу поставить смягчение политики цб англии сша инфляция падает поэтому за счет этого фунт я думаю тоже возможно покажет сильный рост на да по другим парам такие как австралийский новозеландский канадский доллар аналогично я думаю что там будут укрепление этих валютных пар против против доллара до американского на ближайшее время вопрос остаются по и не по франку там ситуация они скажем у них своя история поэтому я их сегодня трогать не буду но в целом индекс доллара у нас если мы смотрим глобально я думаю что как с фундаментальной точки зрения так и технически смотрите мы вот последние скажем берем последние два месяца практически у нас до этого вот если брать с нового года у нас были локальные восходящие минимум вот один минимум второй третий минимум и вот этот третий минимум который у нас был так скажем в мае а точнее в начале июня мы его пробили мы его пробили то есть это говорит о том что даже можно взять вот так мы сломали сломали вот этот тренд который длился с нового года и сейчас у нас понижающийся минимум то есть один минимум в июле и в августе новый минимум то есть я ожидаю что возможно у нас текущая коррекция закончилась да вот эта коррекция пока у нас ключевой уровень 103 пункта ниже данного уровня я рассматриваю шорт я бы дальше продолжал шортить с текущих возможно будет какая-то коррекция небольшая снова в район 103 там бы добавлял и пока мы ниже 103 я бы дальше целился вот с целью 100 пунктов до к этому минимуму когда мы туда дойдем время покажет будут ли какие-то усложнения в коррекции все возможно да то есть нельзя этого исключать исключать у нас ориентир вот этот последний импульс смотрите у нас пошли импульс один импульс второй импульс третий импульс до в этих импульсах у нас коррекции то есть и последний коррекции небольшие что указывает на возможное развитие такой сильной мощной импульсной волны если мы конечно не ошибаемся в прогнозе поэтому индекс доллара в среднесрочной перспективе я бы рассматривал шорт как с фундаментальной точки зрения так и с технический с точки зрения модельного анализа поэтому по индексу доллара получается вот так если смотреть то есть что у нас на рынке то есть у нас есть два как работает модельный трейдинг у нас есть два типа скажем так коррекции это первая консолидация и глубокая коррекция то есть идет импульс идет консолидация да потом выход наверх идет импульс глубокая коррекция разного формата и дальше выход наверх да с нам самое главное понять когда эта коррекция вот здесь показывает на окончании да и и дает сигнал потому что она может и скажем уйти вниз это же самое вот эта коррекция глубокой она тоже может уйти вниз до и чтобы понять на когда она вот здесь заканчивается у нас должно быть технически показать что идет окончание да это может быть скажем какой-то момент ошибочно и так далее для этого есть стоп лосса но есть простые допустим они из простых фигур допустим там же тоже медвежье или бычье поглощение там мощный пин бар есть разные модели 1 2 1 2 3 да то есть разные разные есть модели но у меня этих моделей очень много который указывает на возможное окончание на окончании вот этой коррекции вот примеру у нас берем последнее время по индексу доллара когда у нас идет импульс вот глубокая сложная коррекция да то есть видно что мы возле сделаем медвежье поглощение то же самое здесь у нас пошел импульс пошла коррекция и пошло вот здесь медвежье поглощение то есть который указывает на окончание вот этих коррекций. Где-то может рынок в моменте какой-то не указывать. Но это основа то, что мы должны анализировать. Давайте еще затронем евро-доллар. Здесь ситуация аналогичная. У нас пошли, скажем, повышающиеся минимумы. Я думаю, что евро-доллар с текущих или после небольшой коррекции у нас ключевой уровень на текущий момент по евро-доллару это 1.09 и 1.09.50. Выше этой зоны поддержки я бы все время покупал евро. Мы евро начали покупать еще с прошлой недели. В своих обзорах на текущую неделю, понедельник-вторник, я советовал только покупать евро. В принципе, локально мы неплохо отработали эту неделю. Пощупали 1.10.50. Я думаю, что следующая неделя плюс-минус мы дальше будем 1.11, 1.12 пытаться. Если, конечно, не начнется какая-то усложненная коррекция или консолидация, то есть время покажет. Но пока я бы только покупал евро и аналогично у нас здесь, вот видно, вот очень красиво. Вот апрель минимум, потом июль, август у нас идет повышение минимумов и максимум повышается. То есть у нас видно, что быки набирают силу. Но всегда нужно помнить, что должен быть риск-менеджмент, потому что разные варианты могут быть. Дальше, по фунту ситуация аналогичная. Я думаю, что вот мы фунт с ребятами покупали в районе 1.27.50. То есть у нас вот по фунту смотрите очень красивые примеры. Где-то я один пример был пропустил. То есть вот смотрите то есть вот у нас консолидация, коррекция, коррекция, да? То есть вот у нас коррекция, вот эти моменты, да? Вот это консолидация. Кто смотрел в мае на мой обзор, даже битву аналитиков, я вот здесь советовал покупать. То есть вот смотрите, как понять, что консолидация заканчивается. Вот смотрите, вот здесь мощный, мощный пин-бар. То есть, ну точнее даже пин-бар молот, молот такой, да? Который указывает на окончание этой коррекции в импульсе. То есть посмотрите мои обзоры за вот этот период. Я там советовал фунт-доллар только покупать среднесрочно. А вот здесь была коррекция. Здесь я немножко был упустил, хотя видел, что вот на этом вот на этом молоте рынок заканчивается, заканчивается, скажем, коррекцию. Но я этот момент упустил. Я уже понял более детально, что вот на этом движении уже все стоит дальше покупать. Здесь чуть-чуть пропустил этот момент. Ну бывает, не всегда можно, скажем, распознать, даже можно видеть, но скажем, есть такой момент в трейдере, когда он в принципе видит, что коррекция закончилась, но что-то ему мешает выйти с этого момента, какие-то другие данные и так далее. То есть все возможно. То есть вот глубокая коррекция. Здесь была поглубже коррекция в этом месяце, но я стал, до этого я шортил практически последние несколько недель фунт на коррекцию. А вот на этом, на этой свече, которая закрылась, да, она не сильная, но после второй и вот в этом моменте я вот здесь в своем обзоре в понедельник я советовал фунт-доллар покупать в обзоре и своим ребятам в закрытом канале ProSignal аналогично мы покупали, да. То есть посмотрим, сможет ли фунт на следующей неделе или там в ближайшее время обновить 1.30, но так как есть вариант, что вот это все движение наверх это как бы зарождение нового импульса, но нельзя исключать, что это просто коррекция и мы дальше уйдем вниз. Для этого есть стоп-лоссы, да, это нужно понимать. Но вот такая, скажем, простое понимание рынка консолидации и коррекции можно рынок торговать. Вот допустим, давайте мы сейчас перейдем к рынку металлов золото-серебро. Я там дам, скажем, обновленные данные, но в принципе, кто смотрел мои ту же битву аналитиков во вторник, я говорил, что я жду роста дальше по золоту, по серебру. Золото пока еще болтается на месте, вот серебро уже по чуть-чуть растет. Но прежде чем перейти к золоту-серебру, хотел затронуть S&P 500. Там у нас очень красиво. здесь просто великолепно. Напомню, и на этой неделе, и на прошлой неделе в своих обзорах я говорил, что фондовый индекс S&P NASDAQ стоит покупать по одной простой причине. Первое, ну, смягчение, возможно, смягчение политики ФРС, да, это первое. Но это не основное. Основное, которое я ранее говорил, это бэйбэк, да, то есть в компании есть кэш, и у них уже есть запланировано, то есть вот этот выкуп акций, за счет этого будет рынок расти. Я с ребятами не только индексы в закрытом канале, мы обсуждали несколько акций, там можно больше, но, в принципе, нет смысла там распыляться на много акций, можно просто индексы покупать, да, кто-то любит акции покупать, скажем, по-разному, да. Вот, смотрите, кто смотрел, ну, допустим, давайте так, за последнее время, то есть у нас было несколько таких достаточно глубоких коррекций, то есть вот первая коррекция, ну, давайте за последнее время, там, весна, весна-лето текущего года, вот первая коррекция, и вторая такая достаточно глубокая коррекция. вот здесь, вот здесь, и вот здесь, то есть вот в этих точках, я советовал покупать S&P 500 на окончании этой коррекции. Я также советовал покупать S&P 500 на вот этих, на вот этой коррекции, то есть посмотрите за вот этот период, то есть почему я здесь начал покупать, смотрите, какие идут импульсы на окончании этой коррекции, это говорит об окончании, то есть коррекции, то есть у нас получается идет тренд, импульс, потом идет коррекция и начинаются мощные импульсы, импульс, да, то есть это говорит о том, что вот данная коррекция скорее всего заканчивается, да, она может усложниться, вот мы сейчас выберем, отберем такой период, где коррекция намного усложнило. Такой тройной зигзаг, так скажем. Здесь было попроще. И то же самое вот здесь. Посмотрите, вот за эту прям дату вот здесь мы покупали с ребятами аналогично S&P 500. То есть все коррекции практически за последнее время 100% я правильно спрогнозировал. Я то ошибся вот здесь шортом. Чуть ранее вошел вот здесь. Вот здесь шорт я ошибся, хотя видел последний момент, что все дальше не пойдет. Ну, стоп-лосс, да? А вот здесь дальше мы шортили. Здесь была причина. Я говорил, что в данном сегменте компании ставят на паузу байбеки. То есть я записывал отдельный вебинар на эту тему. Но немножко с моментом ошибся. Бывает, да? Вот на примере, как просто ловить коррекцию и среднесрочно торговать, свинг-трейдинг, а вот здесь было сложно, да? Такой тройной зигзаг. Смотрите. Вот этот период. Это осень прошлого года, когда идет тренд и вот такая длительная коррекция, да? Здесь я эту коррекцию там несколько раз даже шортил, но, скажем, вот бывают такие моменты, ну, даже если ты здесь не распознаешь шорт, хотя он здесь был великолепный на вот этих коррекциях, да, вот в этом канале можно было шортить от верхней границы. Но вот, допустим, просто, к примеру, если вы просто лонгист по коррекциям, да, ну, там получили один стоп, второй стоп, на третьем стопе словили мощный тренд. Все просто. То есть не нужно, скажем, ничего дополнительно анализировать, просто вот когда совпадает такой красивый тренд, это просто сопутствия, скажем, хорошим-хорошим сделкам. Ну и давайте перейдем к рынку металлов, серебро. По серебру у нас есть пример того, чего я сейчас по S&P 500 говорил, у нас, возможно, заканчивается такая усложненная коррекция. То есть у нас вот это движение наверх, это тренд, импульс, и вот пошла у нас такая коррекция. Вот раз, два, да, вот такая сложная коррекция. И мы на этой неделе с ребятами начали откупать серебро выше 27.20. Вот у нас уровень отката. У нас здесь есть локальная модель. Смотрите, вот у нас вот здесь бар импульса, то есть свеча. И у нас есть вариант, что мы можем уйти на 32.50 и выше, возможно. Не нужно жадничать. Не нужно все убрать, да. То есть все пытаются всегда забрать все движение. Можно. Это первый сценарий. Второй. Лучше не всегда жадничать, потому что рынок может иногда наказать. Это основной сценарий, который я рассматриваю по серебру. То есть мы откупаем его на средний срок. Сложная коррекция. Конечно, есть у нас здесь вариант, что вот это началась не коррекция, а условно пойдет дальше мощный тренд вниз. Такое тоже нельзя исключать. Для этого есть стоп-лосс. Мы здесь покупаем стопы за вот этот уровень. Там даже мы с ребятами говорили, кто-то уже там без убыток пробует и так далее. Но пока вот серебро, кто ранее не покупал, я бы присмотрелся к покупкам серебра. Ну, в принципе, я об этом в прошлых вебинарах говорил. То есть вот такая простая манипуляция в понимании рынка. Ну и золото в двух словах. Жду золота на прорыв вот этих максимумов, которые у нас в районе 2485. Такой тройная вершинка такая. Я думаю, что у нас как вариант коррекция вот эта маленькая закончилась. Вот я еще понял золото вот на прошлой неделе и пятницу, что стоит его покупать. И с понедельника аналогично я говорил об этом. Но я пропустил только вот здесь покупку 30 июля на окончании этой коррекции. Ну, бывает. Возможно, вот я ранее много говорил уже две недели, что ожидалось, что возможно будет эскалация на Ближнем Востоке. Иран что-то там взял паузу. Возможно, сами американцы ездили туда, возможно, договорились, но не факт. Поэтому любые выходные может бахнуть. Возможно, нет. Но технически пока указывает, что золото будет расти. Конечно, у нас я не исключаю, что коррекция может усложниться. Но я бы рассматривал золото только на покупку. Конечно, со стоплосами, потому что золото такое волатильное, могут протащить, мало не покажется. Ну, и на этом все. Больше других инструментов затрагивать не будем. Я основу, ту, которую хотел показать, это у нас 20 минут получилось. То есть, по некоторым инструментам я дал свое обновление на рынок Форекс, рынок металлов. В двух словах рассказал, как работает стратегия. некоторые ее элементы. Поэтому можете просто протестировать на истории и посмотреть, как оно работает. Всем хорошего дня, хороших выходных. Пишите вопросы в комментариях. Буду отвечать на них в следующих вебинарах. Всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok